Привет, ребята! Мы находимся в Мачинском районе Республики Таджикистан. Дело в том, что в Республике Таджикистан есть два района под названием Масчо. Есть один район Горный Масчо, Горно-Мачинский район, и есть просто Мачинский район. Так что мы находимся на Мачинском районе, который находится на севере, чуть дальше Худжанда. К примеру, от города Худжанда до вот этого Масчо, вот этого Негорного Масчо, примерно 50 километров ехать, в основном по степи. То есть за 40 минут из города Худжанда вы приедете в Масчо. Центр города Масчо, ой, центр Мачинского района называется город Бустон. И сейчас мы находимся в городе Бустон, скорее всего, в центральном проспекте. Давайте посмотрим, что за город, давайте посмотрим, как эта девочка водит машину. И мы начинаем. Так, мы сказали, есть Горный Мачинский район, есть просто Мачинский район, да? И какая связь между ними? Значит, связь такая, большинство жителей вот Мачинского района являются выходцами, переселенцами из Горно-Мачинского района. Поэтому оба района называются Масчо. И в новом Масчо, Дармасчо и Навда, значит, вы встречаете тех же сел, то есть по названию, что и в Горно-Мачинском районе. Например, Обурдан, Масалан, Обурдан, мы сказали, да, Дильварзи. Ну вот, по список огромный, много сел, и это копия тех же сел, что и в Горно-Мачинском районе. Так что, тут красиво. Единственное, я так подозреваю, что поскольку мы ехали 40 минут из города Худжанда, наверное, одна из таких вот проблем Мачинского района является вода. То есть вот мы ехали 40 минут по степи. Дорога, кстати, очень хорошего качества из города Худжанда до Мачо. Только вот с двух сторон сотни тысяч гектаров земли как спали тысячу лет, так и до сих пор спят. И я подозреваю, что проблема заключается в недостаточном объеме воды. То есть воды не хватает, и тут практически у многих жителей есть скважины, которые вот из-под земли через электрические насосы выкачивают воду на поверхность и таким образом орошают свои земли. На вопрос, есть ли тут река, которая течет из гор, мне ответили, ну, правда, местные жители города Бустона, что, к сожалению, нет. Вот, ну, в центре, как всегда, как везде, да, банки, памятники, парки. И вот это вот памятник Исмуэлю Самони. Только вот я всегда привык видеть немножко другого Самони, да, а тут вот в таком каком-то новом виде. Халат, да, по-дешевски, все нормально, а вот голова чуточку немножко другая из тех, что я встречал по всему Таджикистану. Вот издалека, например, я не узнал. Вот. Если бы не было надписи, я бы думал, может, это кто-то другой, поэтому чуть-чуть, может быть, форма здесь другая, то есть вот на голове и так далее. Ага, вот, сразу слева я вижу, тут также есть площадь государственного флага. Мы туда пойдем. Смотрю, гугл-карта нам показывает, что мы еще не в центре города Бустон, то есть еще пешком 27 минут показывает, да? Вот, ну, ладно, пойдем посмотрим. Вот она вот, ребята, площадь государственного герба Республики Таджикистан в Мачинском районе в городе Бустон. Вы слышите, да, какое же красивое имя Бустон. Словно, столько романтики в этом названии, да, Бустон. Бустон Вагулистон. Это чьи произведения? Ну-ка, вспомнили? Вот, правильно все. И вот это вот площадь государственного флага Республики Таджикистан в Мачинском районе. И что хочу по этому поводу сказать, последнее время, ну, последнее, я бы сказал, последние пять лет, значит, строительство вот таких флагштоков шло в тренд во многих городах. И я считаю, что это правильно, ибо любой человек, который смотрит на наш флаг, у него настроение автоматически поднимается, потому что цвета очень красивые, яркие и хорошо подобранные, да. Ну вот в этих цветах вся наша история. Я не буду поддаваться в деталях. Сами знаете, что означают цвета нашего флага. Высота, я думаю, примерно составляет 50 метров, что могу сказать, сейчас утро, то есть 10 часов дня, и маловетренно мы бы посмотрели красивый флаг. Значит, как только мы закончим, как только мы закончим, значит, строительство и установление флагов в городах и районах Республики Таджикистан, я думаю, будет правильно, если мы этот тренд также продолжим в наших селах. И пускай в наших селах эту работу выполнят наша молодежь, наши инициативные люди. На то, если, кстати говоря, есть разрешение, и если так можно. Да, я считаю, что если будет флаг в наших селах, то это будет, это супер, прекрасно, супер красиво и повысит еще раз дух патриотизма и любви к отечеству. Вот в этом плане я думаю, что мы, как только вот завершим в районах и городах Таджикистана строительство флагов, мы должны переходить к селам. Пускай и в наших селах будут флаги, пускай не 50 метров, а хотя бы 20, 30. Ну, вот так вот, почему бы нет. В больших селах пускай и 50 метров, никаких проблем в этом не будет. Население города больше 35 тысяч. Население, ребята, только города Бустон, я имею в виду. А по Мачинскому району, конечно, намного больше. Да, ребята, из города Худжанда до Мачинского района, до города Бустон есть прямой маршрут. Едет каждый день, то есть функционирует. И стоит 15 сомони. Ну, вот так вот. Между прочим, расстояние 50 километров, так что 15 сомони, я думаю, что это норма вроде, да? Вот оно вот, ребята, неподалеку от нас, горы. Все-таки горная страна, да? А вот тут какие-то новые строительства, вон в том направлении. Но горы, они вот метров 300. И тут горы. Заходим, ребята, во дворик и посмотрим, как тут выглядит. Как минимум чисто. Сразу видно, что утром подметали. Это вот таджикская традиция. И поскольку основным занятием здесь людей являются садоводство, скотоводство, животноводство, да? Помимо вот административных каких-то дел в самом городе Бустонии. Вокруг очень много земель. И вот так же они собирают топливо. Видимо, это вот стебели хлопка. Дома такие же. Мы как привыкли у нас, вот, жители города Душамбе привыкли думать так. Значит, есть город Душамбе и весь остальной параллельный мир в паузе. Вот. Никто больше нигде не живет, только живут в Душамбе. В Душамбе. А вот это вот гранаты мочинские. Но еще не созревшие. Сейчас мы находимся на проспекте Исмаиля Самуни, ребята. Это вот центральный проспект города Бустон. Вот. Выше, то есть в центре, я имею в виду, там есть кафешки, рестораны. И мы туда пойдем сейчас позавтракать. В городе Бустон, ребята, есть филиалы всех банков Таджикистана. Тут работают все таджикистские телеканалы. Значит, есть связь хорошая всех телекоммуникационных компаний Таджикистана. И в итоге, кстати, мне подсказали, что внутри рынка есть очень хорошая столовая. Вот. Так что позавтракать мы будем там. Но, к примеру, невзирая на то, что вот эта девушка очень красивая. Вот эта вот. Интересно, откуда она. Вот либо из Куляба, либо из Дарвоза, либо, может из Худжанда, я не знаю. Но она очень красивая. А вот как тебя зовут? Интересно. Вот. Значит, мы все еще находимся в центре города, ребята. 10 часов утра. Люди уже вот на аллее сидят, отдыхают. Тут мало транспорта. Не столько движений, сколько в Душамбе. В городе Душамбе, да? Пробки уже у нас большие. Потому что количество машин становится все больше и больше. Тут свежее. Но, несмотря ни на все, несмотря на все, вот тут вход в рынок начинается с приветствия таджикских лепешек. Да. И тут сразу я вижу самсу. Самбуса Чансом, дюра? Я к ним. Я к ним сама. И други, что ты дурат? Дружи картошка дурат, да? Дружи картошка дурат, да? Угу, отлично. Хелло Хуб. Цена приемлемая, ребята. Полтари сомони, одна самса. Посчитайте, сколько. Вот любимые бренды. Вот Nike. И вот такой вот магазин одежды. Так что нормально все. А вот, к примеру, вот эти кроссовки, ребята, стоят 150 сомони. А в вашем городе сколько они стоят? Интересно. Рынок такой чистый. Вау. Смотрите. Ну, к примеру, о базаре Курвон такого не скажешь. Там дождь капает, люди сидят под дождем и продают свою продукцию. А тут вот закрыто, комфортно. Продавай сколько угодно, когда угодно. зимой, летом. Какие проблемы? Никаких абсолютно. Так что вот так. Вот пускай будет рекламочка. Ошхонай бого дурион, ребята. Внутри, внутри рынка. Заходим и вот такая вот картина. Чистота, красота, картины, обои. Сейчас будем мы сметану, ширбринч, таджикский. И что-нибудь, компот из натуральных фруктов Таджикистана производства города Бусы. Людей. И селит. У lamина. Ага. Да. У, да. У, да. У, да. У, да. У. Ага. Ага. У. У. сейчас будем так сказать супермаркет местные роллтон 3 саму не заширать или сам килограмм вот этого 6 камоне гречка 14 самой кстати цены как в душам б фасоль 17 на 3 сама не дороже вот ну что а масло сколько стоит масло 73 сама не за 3 литра 120 так сколько тут 75 сама не за 3 литра то есть тут качество а вот сейчас вот эти 118 масло как в душам б так что у нас юни стандарт на тут сладости в основном а 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